Привет! Это рубрика Мотозоны и передо мной творение рижского завода Саркана Звайгне. Это переводится как Красная Звезда, точнее сказать переводилась, потому что сегодня завода уже не существует, но в советские времена, когда название Красная Звезда было актуальнее некуда, там делали мопеды и надо сказать, что в области мопедов, конечно, рижский завод показал себе отменно, то есть мопедами он страну буквально наводнил, более-менее обычными. А то, что сейчас стоит передо мной, это мини Мокик Рига 26 мини, действительно очень любопытная вещь, то есть я понимаю, первый позыв это так поэронизировать, хохотнуть, сказать, ох, какой тебе сегодня байк достался, смотри там, не разгоняйся 200 и не езди на заднем помешрятью. Но на самом деле это очень интересная работа, концептуально интересная работа, во многом опередившая, разумеется, время и опередившая технологическую эпоху, когда Рига мини, проще называть его так, был создан. Когда у меня появилась возможность снять этот видос, я страшно обрадовался и не из-за той самой карнавальной, что ли, составляющей видео, потому что наверняка буду выглядеть на нем ужасно смешно, просто дело в том, что это действительно была инженерная прозорливость и прозорливость менеджерская. Они создавали нечто такое, что действительно должно было пригодиться человечеству, но по ряду причин не пригодилось. Формула Х это для мотоциклистов место абсолютно обязательное к посещению, потому что здесь есть вообще все. Есть сами мотоциклы, хочешь старые, хочешь новые, хочешь дорожные, хочешь внедорожные, хочешь сияющие хромом крузеры, хочешь пластиковые ракеты, какие угодно. С экипировкой тоже полный порядок. Шлемы, пожалуйста, самые разные. Куртки на любой вкус, джинсы какие только успели напридумывать к нашему времени. Есть перчатки, есть боты, есть черепахи. Если я что-то не назвал, оно здесь тоже найдется, потому что в Формуле Х, кажется, есть вообще все. Здесь в магазине FlipUp по промокоду Белов вы получите 15% скидку на весь ассортимент продукции. Ассортимент, скажу я вам что надо. Вот, кстати, моторубашки сколько времени уже, я такую мечтаю. В общем, приезжаете в Формула Х, все, о чем мечтаете вы, здесь обязательно отыщется. Ситуация с этой машиной чуть странная, потому что, с одной стороны, это очень известная модель. Мальчишки, как пишут, о ней мечтали, но, наверное, потому, что это один из самых безобидных мотоциклов на свете. И его, наверное, было проще всего выпросить. Ну, я так догадываюсь, точно не знаю. Но, с другой стороны, исторических фактов, на удивление, мало. В одних местах пишут, что первые экземпляры были построены в 81-м году. В 82-м пишут другие источники. Я нашел единственную статью в «За рулем», она датируется в 84-м годом. Там, кстати, довольно интересно эта машинка характеризуется в некоторых отношениях. Мы вернемся еще к цитатам. Но, судя по всему, правильнее всего говорить начало 80-х. Что касается особенностей, то вроде бы весь мотик интересная особенность. Но, с другой, хотелось бы точечно пройтись. Во-первых, маленькие колеса, мотороллерные, как подчеркивали в тогдашней литературе. Отдельный интерес в том, что здесь была довольно жесткая резина, а сам, естественно, муки их весит всего ничего. И поэтому ее можно было пробить и, в общем-то, довольно спокойно ехать дальше. Во-первых, до первой космической он не разгоняется. А, во-вторых, резина очень жесткая, и прокол он некоторое время вообще не ощущался. Писали даже, что прокол обнаруживали, когда потом начинали колесо накачивать, с ним что-то не то. Ох ты, да, оно же проколото. Второй нюанс колеса. Разборные диски, металлические диски абсолютно одинаковые, равно как и ступицы, в которые встроены барабанные тормоза. То есть переднее колесо и заднее одинаковые. Их можно поменять местами при желании. И сделать это наверняка не сложно, потому что с мопедом вообще довольно легко обращаться. Но, с другой стороны, есть набор интересных моментов. Во-первых, у нас здесь руль самый настоящий Ape Hanger. Как бы странно это ни звучало. И в придачу ко всему, первое время, там, самые первые партии упускались без задней подвески. То есть это был еще и Hardtail, понимаете, да, и седло эгоист. Прям чоппер-чоппер, куда деваться. Потом все-таки добавили заднюю подвеску. С нашим Ape Hanger вообще отдельный разговор. Что касается бака, его объем 5,5 литра. Расход топлива, заявленный производителем, 2,1 литра на 100 километров. В прессе писали, что на литре топлива можно проехать 45-47 километров. Как бы машина экономичная, но мне кажется, что 47 километров проехать на нем не так просто. Есть еще несколько любопытных особенностей. Сейчас покажу. Начну с цитаты из того самого журнала за рулем. Фара двухрежимная с европейским светораспределением. Это подчеркну цитатой статьи 84 года. Второй нюанс. Цитата оттуда, но на сей раз не точная. Мокик легко помещается на крыше легкового автомобиля. А вот тут, конечно, становится интересно, потому что помещается он там, возможно, легко. Но есть одна проблема, которая на самом деле помешала этим крохотным машинкам занять то место, на которое они как бы претендовали. Масса. Потому что, как ты ни крути, но вот это чудо техники, оно весит все-таки 50 килограммов. Вот так вот приподнять можно, но я бы, например, не взялся грузить эту штуку на крышу легкового автомобиля. И думаю, вообще желающих было маловато, потому что, да, писали, он легко помещается на балконе. Разумеется, на пятом этаже хрущевки, где без лифта, да, ну помести его там на балкон. Поэтому, конечно, функциональность машины была ограничена ее весом. Очень немалым для такого размера. Есть одна важная параллель, к ней чуть-чуть попозже. Еще есть очень прикольная особенность. Вот тут я правда хохотнул. Противоугонное устройство. Справедливости ради, слежение со спутников за Макиком как бы не предусмотрено. Да, прямо скажем, противоугонное устройство бесхитростно. Если мы поворачиваем роль в эту сторону до упора, то вот там вот, где ограничитель хода вилки и нижняя траверза близки друг с другом, там образуется отверстие, в которое при желании можно как бы вставить висячий замок, как писали. Замок, кстати, нужен очень специфической формы, потому что мы вот так навскидку замочек, чтобы щелкнуть и показать, подобрать не смогли. Но опять-таки хорошо, ты берешь это чудо, вешаешь на него висячий замок, он вроде как защищен от угона. Давайте вспомним о том, что он весит 50 килограммов. Вот если захотите его угнать, то, наверное, сделать это можно вообще не угоняя. Просто как бы донести и все, ты угнал. Бог с ним. Еще одна важная деталь, это разборная конструкция. Не разборная, а складная, правильно сказать. То есть, если вот этот барашек крутить достаточно долго, давайте с вами это проделаем. Крутить, 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 еще крутить. О, вот он. Вытащите твинт, то руль можно сложить. Я не знаю, в силу каких причин сейчас мешает трос сцеплений, разбираться мы с вами не будем. Не хочу повредить машинку боксом. Руль опускается вниз и действительно куда более компактным становится это чудо-транспортное средство. Но вот опять-таки нюанс, да? Слушайте, пришла пора это сказать. Хонда Мотокомпа. Японский раскладной мопед, который был выпущен несколько раньше. Вот там ничего подобного не было и быть не могло. Просто если ты что-то на складной машине откручиваешь и крепеж остается у тебя в руках, ты его гарантированно потеряешь через день, два, неделю эксплуатации. И поэтому, когда то же самое делали японцы, они сделали все возможное, чтобы ни одна деталь в руках у владельца не оставалась. Открутил, оно сложилось, закрутило, все хорошо. Вот этого как бы быть не должно. Но здесь не нашли никакого другого выхода. И это опять же одна из тех причин, почему машина, наверное, все-таки полагающегося ей места не заняла. Потому что пользоваться вот этой складной конструкцией не самая легкая задача. А тут вспоминаем еще и 50-килограммовую массу. И поэтому мопед, ключевая особенность которого была как раз в компактности, легкости и возможности его компактно куда-нибудь убрать, этими самыми особенностями на практике, в общем-то, никого и не поражал. Хотя если сложить руль, если опустить сиденье до упора, то эта штука помещалась даже в багажник Волги. И, кстати, еще нюанс. Здесь очень легко снимается топливный бак. Как писали, сделано для того, чтобы... Ну, если вы сам муки оставляете, допустим, дома, все-таки бак может было либо в гараж, либо на балкон, либо куда, чтобы не пахло бензином. Что еще сказать? Еще забавный момент, это рама и подвеска. Давайте присядем и посмотрим. Разговор о раме, наверное, надо начать с мотора, объем которого без малого 50 кубиков. Вот это без малого, кстати, вопрос принципиальный, в том числе для Советского Союза. Потому что если 50 кубиков ровно, то подай товарищу милиционеру права. А если 49,5, например, то дядя Степа не имеет к себе ни малейшего отношения. А это значит, что на мопеде можно ездить куда? Правильно. Но мы оставим этот вопрос в стороне. Дачники меня поймут. В любом случае, мощность этого чудо-мотора 1,8 лошадиной силы. И поэтому рама, в принципе, нужна просто для того, чтобы было к чему укрепить руль, колеса и, собственно, двигатель. К требованию к жесткости тут не было никаких. Такой вот одиночной трубы хватает. Но формально все это называется хребтовой рамой. Да, хребтовая рама. Формально. Кстати, подвеска передняя телескопическая, я прошу заметить. То есть, в принципе, как у вполне себе полноценного мотоцикла, сдвоенные амортизаторы сзади, так между прочим. То есть, если оценивать компоновку в отрыве от размера деталей, то перед нами вполне себе полноценный мотоцикл. Но, по сути, очень маленькое складное транспортное средство. Кстати, тут даже есть прибор и спидометр, размеченный до 50 км в час. Хотя, кстати, в инструкции написано, что максимальная скорость 39 км в час. Но все-таки разметили до 50. Очень трогательный памятник эпохи руководства по эксплуатации. По целому ряду причин. Во-первых, есть какие-то забавные нюансы. Там в руководстве сказано, что машина предназначается для деловых поездок и для передвижения по дорогам с разным покрытием. Ну, деловые поездки вы оценили, да? То есть, допустим, вам нужно попасть на собрание совета директоров *** нефти, предположим. В общем, ладно, оставим в стороне вопрос. На самом деле, интереснее другое. Насколько иными были отношения создателей машины и их пользователей? Потому что что занимает большую часть этой книжки? Подробнейшее описание конструкции. Подробнейшее. Причем, что забавно, с описанием таких процессов, на которые сегодня не способны даже сотрудники авторизированных дилерских центров. Сборка цилиндра, снятие цилиндра, замена поршневых колец, регулировка сцепления. То есть, владелец этой машины, по мнению ее разработчиков, должен был уметь делать с ней вообще все. Да, это другая техническая культура и другие времена. Несколько вещей хотел добавить. Во-первых, двухступенчатая коробка передач. Вот, по-моему, это первый мотоцикл в моей творческой биографии, у которого двухступенчатая коробка. Некогда обычное дело, сегодня колоссальная редкость и раритет. Во-вторых, 16 тысяч таких мокиков в год собирались выпускать. 16 тысяч за рулем об этом писали, но, сдается, мне преувеличили его достоинства. Ну и, наконец, снова инструкция. Просто оцените язык, каким она написана. Язык такой мягкий, очень корректный, точный. Все это легко слушается, легко читается, легко воспринимается. Нет каких-то канцеляризмов, через которые не продраться. Я некоторые моменты выберу, которые мне показались любопытными. Резкое выключение сцепления может вызвать поломку деталей двигателя. О, как! Разогнав муки до скорости 15 км в час, включите вторую передачу. Для этого нужно выключить сцепление, одновременно поворотом рукоятки управления дросселем карбюратора от себя, уменьшить обороты двигателя и включить вторую передачу. Затем плавно опустите рычаг управления сцеплением и увеличьте обороты двигателя. Не следует ездить длительное время на первой передаче, если этого не требуют дорожные условия, так как двигатель развивает большое число оборотов, перегревается и быстро изнашивается. При переходе со второй передачи на первую необходимо уменьшить обороты двигателя, в скобках сбросить газ. Когда скорость муки снизится до 12-15 км в час, выключите сцепление, включите первую передачу и плавно отпуская рычаг управления сцеплением, увеличьте обороты двигателя, прибавьте газ. Тормозить всегда нужно плавно. Резкое торможение производите только в исключительных случаях, так как при резком торможении быстро изнашиваются шины, а при скользкой дороге возникает опасность заноса мукика, что может привести к аварии. При преодолении длинного пологого подъема необходимо предварительно разогнать мукик с таким расчетом, чтобы весь подъем или значительную его часть мукик прошел на второй передаче. И если скорость начнет заметно падать, следует перейти на первую передачу. Грязные и песчаные участки дороги следует преодолевать на первой передаче. Увидел как-то его в киновыпуске журнала Яролаш, влюбился в эту модель, не знаю, решил приобрести в коллекцию. То есть вот сейчас он занимает достойное место. Такого я в принципе даже вживую нигде не видел в такой модели. Ну, захотел приобрести, а по ходовой части там двигатели, что-то все детство прошло на мопедах. Карпаты, Дельта в гаражах. Ну, то есть конструкция, она знакома. То есть труда никакого нет было довести его до ума и привести в такое состояние. Нет, нет, я со своим ростом, со своим весом, 40 километров в час, он вполне меня тянет. Заявленный 40, он выдает со мной. Я так деловито уселся, его же еще завести надо. Кстати, еще одна интересная особенность, тут подножка с неправильной стороны. По-моему, у подавляющего большинства мотоциклов на свете она с другой. Так, а тут ничего, зажигания нет никакого. Нет, караник открыть. Так, а куда? На себя, ну, куда, назад. Да, назад, да. Сильнее, смелее. Все, подсос нажимаем. Вот этот на карбюраторе, на карбюраторе. Вот эта пипка, пипку вниз, да, она все, щелкнула. Все, теперь подсосово нажимаем. Этот на карбюраторе, чтобы бензин палился. Струй с твоей стороны. Пипка. Вот, да, нажимаем, ждем, когда засочит. А просто нажать и держать нужно. Так, что должно? Куда-то что-то. Бензин палиться должен вниз. А, о, палился. Так, теперь, теперь прокачиваем пикком раза три. На передаче. На передаче? Да, колесо крутится. Чуть-чуть лапку вверх, чуть-чуть переключения. Ага. Это нейтралка. Пойдем. Все, теперь правый рычаг правым пальцем, правая рука, большой палец, правая рука, большой палец, вправо. Все, запускаем. А это что? Это глушинка и включение света. У меня что-то не получается. Слушай, у меня что-то не выходит. Давай, может быть, тебе быстро получится. Да, не получится. Ну, вот-вот, если умею, что-то оно быстро происходит. Сами видите. Ну что, спай. Да, тут надо под газом стартовать, в моем случае особенно. Смешно, что грузоподъемность мопеда как бы один человек и 15 килограммов веса, но эта величина, по мнению разработчиков, 100 килограммов. Я, короче, вообще превышаю заявленную грузоподъемность этой крохотной машинки. А тем временем забавный нюанс. Кстати, тормоза для такого мотора в целом-то вполне себе даже. Это мои 177 сантиметров. Эргономика здесь вполне приемлемая, я хочу вам сказать. Опять же, мы вспоминаем о том, что эта техника для непродолжительных поездок. И для поездки непродолжительной тут, в общем, все хорошо. То есть, он, конечно, крохотный, но при этом общий треугольник посадки, не сказать, чтобы какой-то противоестественный. Вот ничего похожего. Взрослому человеку здесь в целом нормально, хоть возможно и не совсем привычно. Если вообще, конечно, ты привык к обычным мотоциклам. То есть, в принципе, человеку среднего роста, ну, вроде моего, скажем, сидеть тут вполне себе нормально. Понятно, что непривычно, потому что все мы привыкли к полноразмерным мотоциклам, если вообще на них ездим. Вот. Это, конечно, такая странная забава, вроде как. Да, но формально вполне себе применимо в реальной жизни машинка. Чувствуется, конечно, как тяжело моторчик. Моторчик, извини, да, я слишком много ем. Но, тем не менее. Кстати, здесь с какой-то удивительной легкостью обнаруживается нейтралка. Она обнаруживается даже тогда, когда ее совсем не ждешь. В целом, трансмиссия вполне себе четко работает. Тормоза были бы абсолютно неэффективны на любом другом транспортном средстве. Но здесь в силу целого ряда особенностей их в целом хватает. Естественно, когда у тебя спидометр несколько ниже коленей расположен, к этому нужно привыкнуть. Но, тем не менее, его видно. Так что, в целом, вещица куда более эргономичная, чем по-первых кажется, я вам скажу. Ой. Ой. Ну что ж, вот, кажется, и приехали. Я не знаю, что заглох. Сейчас попробуем завести. Тогда мотор прогретый, вообще в одно касание заводится. Приятно иметь с таким дело. Ох. Так, но ехать он что-то отказывается больше. Не нагрелся, но на первой скорости долго. Ага. Ну, может, просто подустал он от моего общества. Я его понимаю в этом смысле. Покатались, как говорится, и будет. Интересная, конечно, вещь. Причем интересная тем, что вроде бы как это некий прикол маленький двухколесный, но машина, продуманная на нем, можно ездить на маленькие расстояния, ты не согнут в три погибели, ты не страдаешь, ты просто едешь. То есть ты едешь, медленно, конечно, но едешь. То есть хорошая вещь, в общем-то, была бы, когда не при отоговорах. Да, здесь можно хихикать и над конструкцией противоугонного устройства, и над размерами машинки, и над мощностью двигателя, и над какими-то другими забавными нюансами, которых тут масса. Но на самом деле это очень интересное транспортное средство. Больше сорока лет назад в Риге решили придумать средства городской мобильности. Вот то, что мы сегодня видим в обличии моноколес, электровеликов, электросамокат. Вот то, чем должен был стать Рига Мини на самом-то деле по затее конструкторов. Просто тогда технологии не позволяли сделать электросамокат, и вообще эта идея, наверное, показалась бы слишком смелой. То есть двигатель внутреннего сгорания оказался чем-то более понятным, более похожим, с ним ясно, как имя дело. Все это сегодня уже не важно. Этот мини-мокик давно уже история, но на самом деле это, наверное, самый инновационный продукт не только рижского завода того времени, но и вообще всей советской мотоциклетной индустрии. Потому что, по сути дела, остальные заводы воспроизводили те же самые конструкции, которые они начали создавать еще в послевоенное время. И только рижане искали способы, ну, как-то перевернуть игру. А уж то, что у них не получилось, ну да, это объясняется вполне себе объективными вещами. И тем, что масса мотоцикла, как бы это ни звучало, велика, во всяком случае, для этой концепции, и с другой стороны, размеры его какие-то несерьезные, чтобы воспринимать его как транспортное средство. Ну, не придет оно у нас так, транспортное средство должно быть как бы больше. Наверняка привыкли бы со временем, но этого времени, к сожалению, не было. А вещь по-настоящему интересная. Надеюсь, вам тоже понравилась. Как обычно, лайки, дизлайки и, разумеется, комментарии экспертов.